Медицинские установы Гомельской области, которые занимаются лечением хворых на коронавирус, оснащены всем необходимым обстановлением. Обращается ГОА сейчас в больницах есть больше за 2000 свободных ложков. Такую информацию нашим корреспондентам огучили Уголовное управление охвата здоровья Гомельского облаконкама. Медицинская служба справляется, но при этом население просит выполнять меры профилактики и сохранить масочный режим. Стан справ с захворванием на коронавирус – тема, якая вось уже некольки месяцев хвалюе усих же хоров Украины. По информации Головного управления охвата здоровья Гомельского облаконкама, в регионе ситуация находится под контролем. В оселях им выпадку хапая и леков, и обсталявания. Пришим аппараты штучной вентиляции легких зараз выкористовываются далеко не в полном объеме. В отделениях реанимации для оказания помощи пациентам, которых требуется искусственная вентиляция легких, предусмотрено 280 коек и 280 аппаратов ИОВЛ, готовых для оказания медицинской помощи. В настоящее время по разным причинам в организации здравоохранения Гомельской области на искусственной вентиляции легких находится 19 пациентов. В Гомельской области выполнено перепрофилирование коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмониями. В настоящее время свободных из данного коечного фонда 2306 коек. Особная размова об выкористании масок. Одиной думки на конт их постоянного ношения нема, а летычится гэтау першую шаргу в улиц. У крамах, например, продавцы повинны носить маски постоянно, а покупников просить притрымливаться респираторного этикету и заховывать социальную дистанцию. У медицинских установах и вкористании масок с упрационниками – обовязковая умова, и гэтых же правилов просить притрымливаться и наведвальников. Пациентам мы всегда настоятельно рекомендуем масочный режим ношения. Особенно и самое главное, для того, чтобы уменьшить нагрузку на организацию здравоохранения, мы всем пациентам рекомендуем и нашим гражданам рекомендуем максимально учитывать и использовать социальное дистанцирование. Додатковые меры обороны приняты и на предприемствах региона. В акционерном товаристве «Коминтерн» дезинфицирующий сродок находится на угоходе УФАЕ. Корыстаться им наведвальников не примушают, але при сучасной эпидситуации усе разумеют – руки лепш апрасовать. У кожным цеху дезинфицирующие, которые не утримливают спирту, что позволяет не пашкодить скорую на руках. Прошу того, додаток дояснуючего плану мероприемства по профилактике распаусюджывания коронавируса, 7 мая на предприемстве выдали загад, який обовязал работников выкористовывать маски. Их не были за кошт товариства. Сирот обовязковых – так само вымерение температуры на протягу змены. Одночасовый медик может еще раз нагадать о правилах поводзина у сучасной эпидситуации и мерах, которые принимаются непосредственно на предприемстве. На предприятии сегодня выполняют все санитарные и пемиологические мероприятия. Дважды в день проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. В достаточном количестве имеется жидкое мыло и антисептические средства для обработки рук. Принимаются все меры по исключению заноса инфекции на предприятия. Проведена разносительная работа о необходимости оставаться дома при наличии признаков респираторной инфекции. На периоды Дни дня перемоги супросовники больниц, где проходят лечение хворые на коронавирус, почали отримливать додатковую материальную поддержку у ответственности со 131 указом президента. Суммы одрозниваются у залежности от посады и выполненной работы. Установлены ежемесячные надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями. Исходя из этого, многим организациям здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19, у нас произведены перерасчеты и с 5 мая данную заработную плату наши медицинские работники уже получают.